Что же такое ковришка? За причудливым словом, оказывается, прячется пирог из жидкого пряничного теста с начинкой из сухофруктов и орехов. Кстати, на Урале эта сладость была, пожалуй, одним из главных украшений стола. У нас на Урале пряники печатать начали значительно позже, потому что пряничное тесто берет в себя очень много муки. А она буквально еще сто лет назад была дорогая у нас здесь, потому что наша земля, Урал, родила рожь, ячмень, овес. Пшеницу не родила в то время. Готовили ковришки ко всем знаковым дням, в том числе и к Пасхе. На две недели замачивали фрукты в настойках, отбирая самые свежие и сочные ягоды. Не просто так открыл шкафчик и достал все. Припасали самые лучшие цукаты, самые лучшие сухофрукты, самые лучшие орехи. Один из секретных ингредиентов – специи. Их в ковришке должно быть несколько видов. Кориандр, корица, имбирь, звездчатый бадьян. Мы запариваем сейчас в кипятке наши специи. Нам надо их пробудить. Они у нас в сухом состоянии спят. Кстати, сразу же после приготовления есть ковришку не стоит. Надо дать ей как минимум сутки настояться. А благодаря некоторым ингредиентам, мягкой и свежей, она может оставаться даже через месяц. Мед натуральный. Это природный антисептик. Он вообще консервант. И, конечно же, как и положено на Руси, стряпая на тесто, надо приговаривать добрые слова. С какими помыслами, мыслями ты его готовишь, такой у тебя результат и будет. А помыслы-то какие были? А во здравую и достаток? Остудив ковришку после печи, ее надо завернуть в гречишную бумагу, затем в фольгу и поставить в темное место. Так она и сохранится дольше, и в холодильнике испорчена не будет. Анастасия Мельникова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.